Итак, добрый день, уважаемые наши зрители. Сегодня в нашей студии, ну скажем тогда, я вот хочу вас познакомить, представлю у нас не совсем обычный интервью, не совсем обычный разговор. Я вам представляю сотрудника, нового сотрудника нашего центра, центра Бердавит, это Камиль. Что он делает, сейчас мы с вами познакомимся, это очень интересный специалист, очень интересный человек. Камиль специалист из Франции, который уже начал работу в нашем центре, и занимается он именно музыкальной терапией. И вот, Камиль, несколько слов о том, как вы пришли, почему именно музыкальная терапия, и вот работаете ли вы в основном в Париже с детьми, с больными детьми, вот как вам видится эта методика в плане результатов, то есть, что вы видите в своей работе по результатам? Музыкальная терапия происходит от идеи музыки. Поскольку я музыкант в третьем поколении, то у меня просто было некое движение в сторону помощи и социального долга по отношению к тем, кому музыка не достается, и у кого к ней нет доступа. Это началось с этого. И мы занимались сначала в неблагополучных пригородах. Я там основал свою школу в конце 90-х годов во Франции. Это называлось «Дикая школа» и «Кольцеваж». И мы занимались детьми иммигрантов, которые были запрятаны в разных неблагополучных... Я прошу прощения, я так периодически буду перебивать. То есть, сначала речь, как я понимаю, если не прав, поправьте, сначала речь шла, ну, где-то, наверное, больше как просветительская. То есть, принести им музыку. То есть, лечение о проблемах речь не шла тогда. Да, потому что, на самом деле, это как бы что является лечением. Потому что больными детей, например, вот аутистов, или я лично, например, не могу их характеризовать больными. Для меня это дети, вот когда мы работали в Одессе, например, в течение 2004 по 2012 год, я каждый раз, раз или два раза в год, мы ездили в Одессу в центр Бориса Литвака, который называется «Дом с Ангелами». У них есть центр реабилитационный для детского и церебрального паралича. Они нас туда забрали тоже, потому что мы начали с работы с бездомными. Потому что, собственно, с этого все началось. У нас действительно была социальная какая-то идея в том, что нужно привозить музыку, свет музыки, жесты и, так сказать, игру в те места, где ее монетизируют. То есть, там, где требуют, чтобы за нее платили, иначе не будет ничего. Мы не хотели этого. Но эти дети социально неадаптированные, музыка для них явилась чем-то необходимым, потому что они стали социально адаптированными. Они начали друг друга слушать. Это появился оркестр. Знаете, в общем-то, это как бы один из видов лечения. Вот провокационный вопрос. Скажите, мне просто интересно, вот когда Вы это начали, Вы предполагали такой результат? Или он пришел потом, то есть, осознание того, что Вы делаете? Или Вы изначально думали, что это действительно будет такое благотворное влияние? Вы знаете, да, путь ясен по его прохождению, поэтому сначала мы, честно говоря, ничего не думали. Мы, во-первых, искали место приложения нашим усилием и не хотели больше работать в системе. То есть, ну вот просто донести до них музыку и получили вдруг эффект, который оказался, ну вот, лечебным эффектом. Он оказался невероятным, потому что вот эти толпы совершенно не контролирующих себя подростков и детей, которых по 10-20 человек в семье, две матери, там, эмиграции из Африки, это во Франции, в Европе происходит. 60 километров от Парижа, город, куда боятся въехать полиция, там, и скорая помощь. Вот, они вдруг оказались и социальные, как бы, и медицинские, они стали спокойнее, они начали... То есть, появились какие-то результаты невероятные. Вот я не просто так спрашиваю, дело в том, что когда мы начали... Я прошу прощения, что ассоциации такие, да? Когда мы начали работать с Алланом Виттенбергом, то есть, он пришел, в принципе, с тем же самым, что и вы. Он пришел вот как бы дать музыку вот больным детям, которые вот не слышат, которые это никогда не услышат. И когда он стал видеть, что они реагируют, что они, как бы, становятся лучше, контактнее, то есть, они входят в контакт, у них идет положительная динамика их болезней, их проблем. Вот, и вот тогда, честно говоря, вот как бы вот это вот озарение, и мы начали работать именно, вот слово лечение, да, прозвучало, именно как лечебный момент, как момент исцеляющий. Вот это вот как раз очень важно. Но я хотел бы вот ваше мнение об этом услышать, о том, как вы это добиваетесь, что вы используете, ну, так чувствую. Да, действительно, у нас в результате мы пришли к тому же самому моменту, но это происходило через долго-многолетние опыты и использование огромного количества инструментов, огромного количества инструментария. И постепенно оно все как бы свелось к некой такой квинтэссенции этого концепта, потому что все свелось к единому, опять же, все вот эти вот объекты, которые вот вы видите перед собой, вот эти камертоны, смычки, натянутые струны, монохорды, вот много изобретенные вьюлика, вьюлика, говорит по-русски. Да, вот я хочу, да, посмотреть, чтобы вот вы видели, да, такое изобретение. Можно ее поставить, да, это как бы спекулярная, так называемая, вьюлим спекулях, то есть это зеркально отраженная скрипка, это моя личная, собственно, моя концепция, такой некий тени толка, я с детства всегда мечтал о тени толка. Камиль, а для чего? Вот, ну, так красиво, интересно, необычно, а для чего? Цель. Знаете, здесь много, она вообще тоже такая же предыстория, я как бы была какая-то приманиция того, что из этого выйдет некий учебный и универсальный инструмент, объект, который будет соединять, разъединенное. И она была задумана как скрипка, в которой есть одновременно правосторонняя и левосторонняя, потому что человек, будучи существом латеральным, то есть односторонним, особенно в скрипичной технике, потому что он все время чем-то, вот смычок по-русски, это смычка чего-то, да, и скрипка тоже скрипит, скажем, вот она как бы все время в одну сторону, и у нас все время как бы идет перевес, вот есть правши, есть левши. И мне казалось, значит, надо построить скрипку, в которой объединено одновременно гриф правши, кстати, с грифом левши. Они начинают понимать, что можно делать, как бы, звук, как-то, это уже немножко дальше, значит, есть три способа, можно, есть щипковый способ, есть удар, есть, как бы, то, что называется вход-поунг, то есть есть введенный, смычок, да, скажем, смычка, вот, это вот точки, которые передвигаются. Это у них сразу восстанавливает, я считаю, что в мозгу восстанавливаются, как бы, разрушенные связи. Связи, да. Самое главное, это связать синапсы, потому что у этих детей в основном разрушены взаимоотношения между двумя полушариями, и единение через взаимоотношения именно самой диалектической этой вещи, это связано также с воздухом, все воздушные инструменты, потому что вдох-выдох, это и есть, как бы, одна из главных диалектических проблем и функций ребенка. Я использую духовые, струнные, мембранофоны и то, что называется идиофон, то, что называлось раньше автофонами, к которым относится, в частности, камертон. Камертон является вообще базовой вещью для того, чтобы объединить синапсы в мозгу ребенка и, соответственно, выйти на периферию и вернуть его нарушенные отношения с его членами, которые отдалены от центра самого, которые являются спинным мозгом, и на нем поставлены головы и мозгом конкретно. Они просто связывают, потому что это две ветки, они уже по тому же принципу, что и сам человек как бы существует, да, вот как бы это, как мир существует, он разделен. А оно объединено в одном, потому что вибрация, она позволяет создать единство, это есть основной звук. А потом есть еще великолепный закон, который вы скажете опять и по теории, но и существует закон некой, как бы, единства во множественности, знаете, такое понятие. То есть, одна струна, как бы, в своем основном звучании, она в себе заключает всю совокупность своих разделений потенциально. Потом их можно просто... Вот. Когда начинаешь им это показывать реально, вот, существуют пропорции геометрические, арифметические, гармонические. Это кажется чем-то очень сложным и научным каким-то путем. Как только приходит это реально в действии, они, как бы, вдруг оказываются внутри науки. То есть, они являются чем-то неотделимым от того, что происходит, от этого процесса единения с природой. Потому что природа происходит вот именно от этого колебания. Один, два, четыре, восемь, шестнадцать и вот сто двадцать, восемь герц. То есть, суть заключается в том, что дети реагируют, как бы, не только слышат, но и сдают сами. То есть, они участвуют в процессе звукообразования. И вот этот процесс звукообразования в разных вариантах. Вот, можно ударить, можно щипать, можно вести. Вот, происходят выявления разные звуки. И они очень быстро начинают ощущать себя созидателями. Созидателями, вот, мелодия, созидателями звуков. Они стремятся повторить ту мелодию, которая им ложится, которая им нравится, которая их увлекает. И которая, как бы, да, вот для них является... То есть, им становится легче от этого, я правильно говорю? Когда это происходит в практике, они просто становятся сами собой, эти дети. Они начинают жить той самой жизнью, которую они, как бы... Которую они были лишены. Для которой они предназначены, видимо. Эвристика, это тоже эвристика, это когда они занимаются открытием для себя чего-то, того, что они не имеют. Вот я как раз хотел сказать, да. И это не значит, что они... Я им показываю, как это сделать, говорю, сделай. Те, кто более, так сказать, продвинутые или старшие, они начинают говорить, а как это сделать. Их можно привести вот в эту, как бы, школу ученика, учитель-ученик. Но в основном дети, особенно с рассредоточенным вниманием, или часто аутисты, или с разными перевозивными проблемами, они, как бы, часто они слышат, не слушая и видят, не глядя. Поэтому, значит, есть то, что называется векарный метод, то, что в свое время развито было в французской школе начала 20-го века, в Хене, векольный вели это называлось, когда он, как бы, видит что-то и не показывает вида, и учитель не должен ему показывать, делать, скажи, вот послушай, и они потом возвращаются. И вот в этом заключается частности его метод. Вот к этому музыканты, к этому приходят, да. Вот, а доктора приходят, наоборот, к сознанию тому, что музыка, она очень хорошо лечит. Вот, спасибо. Значит, здравствуйте наши сотрудничества с докторами и музыкантами, потому что... Да, 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 и центром Бердавит. Вот, и на этом мы заканчиваем. До новых встреч. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok